Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Наконец-таки мы дождались этой среды, которая изначально, еще даже с конца прошлой недели, была расценена нами как очень важный день с точки зрения возможного определения и появления оснований для дальнейшего движения американской валюты в том направлении, в котором нам бы хотелось их видеть. То есть развитие, собственно, стоимости. Если вернуться непосредственно к американцу и посмотреть его перспективу в содружестве с основными инструментами, мы помним, как некоторое время назад факт эскалации геополитической напряженности, как еще актуальная тема, просто в меньшей степени уже обсуждалась, стала основной причиной повышенного спроса на безопасные активы, в результате которых американская валюта потеряла. Но сейчас мы закрываем с вами апрель месяц, а значит, подходит к концу вот этот 100-дневный период президентства Трампа, в ходе которого лично он сам обещал то, что предложит конкретные меры, часть тех стимулирующих реформ, которые были анонсированы им во время предвыборной кампании. Собственно, несколько торговых сессий еще впереди, несколько дней для проявления решительности с его стороны. И важно, что еще на прошлой неделе в своем твиттере Трамп намекнул рынку, сообщил о том, что определенную конкретику готов по налоговой реформе предоставить уже в эту среду. Поэтому, друзья, если эти обещания будут реализованы, сегодня нас ожидает очень интересный день. Поскольку уже давно стало ясно, что доллар является основным катализатором для финансовых инструментов, мы понимаем то, что сегодня получил он ту поддержку, которая в принципе достоин. Ведь единственного, скажем, элемента пазла, которого нам сейчас не хватает для оправдания более серьезного роста доллара против иены, это, опять же, более жесткая позиция Трампа в отношении протекционизма и отсутствия каких-либо стимулирующих реформ. Сегодня он может полностью реабилитироваться в глазах покупателей. И я надеюсь, что, опять же, вот эти комментарии и интервью, которые были обозначены еще, мы помним высказывание министра финансов Мнучина, которые, разумеется, в курсе тех инноваций, которые могут быть обозначены со стороны всей администрации Трампа и его лично, могут стать причиной более серьезного существенного роста американского доллара. Мы с вами уже находимся в длинной позиции. Собственно, за прошлую торговую сессию пара прибавила фигуру. Сейчас котировки 111.16. Ну, погрешность несколько пунктов. Соответственно, если налоговая реформа будет предложена, она точно не дисконтирована в стоимости американской валюты, значит, сегодня восходящее движение может быть продолжено. И я рекомендую пока, даже в случае тестирования, вероятного тестирования сопротивления 112-112.5, ни в коем случае не покидать расположение американского доллара против японского конкурента. Но немного не с того мы начали. Сегодня к доллару я еще, с вашего позволения, вернусь чуть позже в ходе брифинга. Начнем давайте с рынка нефти. Вчера мы видели, как Brent достиг минимального уровня с конца марта и зафиксировал отметку 51.80. Однако клоса дня составил 52.34. Сейчас инструмент торгуется на чутье получше. То есть, вчерашняя торговая сессия сломала нисходящую динамику из-за череды 6 полноценных торговых дней, когда актив снижался. И мы уже свыклись с тем, что нефть очень активно ходит, вроде бы как и на пустной позитив, который является причиной отхода. От уровня 50-50 с небольшим, снова возвращение выше 55. Но потом медвежьи настроения начинают преобладать, и актив все равно тяготеет к этой поддержке 50 долларов за баррель, которую мы с вами уже некоторое время назад расценили как очень важную, психологически важную. Если этот уровень падет, нефть непременно продолжит снижаться дальше. И, соответственно, каждый раз, когда мы говорим про нефть, у нас есть еще актив, который рядышком. С точки зрения российских реалий, это рубль, который непременно не сможет уже противостоять тому давлению, которое может быть оказано на стоимость черного золота. И, наверное, если и есть вот этот оттянутый запал для резкой девальвации, он, разумеется, будет, он сработает, и как только котировки нефти коснутся поддержки в 50 долларов за баррель. Вчерашняя торговая сессия. С чем можно связать, опять же, локальное восстановление? Вы видели прекрасно то, что оно довольно вялое. Может быть, трейлеры обратили внимание на статистику по Китаю, где растут объемы, собственно, потребления нефти. Примерно месяц назад я говорил, что есть оптимисты, которые верят, что развивающиеся рынки через высокие аппетиты смогут повысить потребление углеводородов. Но пока же, опять же, это не такой серьезный аргумент, чтобы говорить о том, что он может быть серьезным импульсом для того, чтобы пересилить вот медвежий фундамент, который более объективен сейчас для всего рынка черного золота. Почему вялое развитие восходящей динамики? Да потому что на рынке присутствуют все те же самые страхи и опасения, связанные с ростом добычи нефти в США. Собственно, мы возвращаемся к статистике. Вчера, между прочим, вышел отчет Американского института нефти по запасам нефти. И очередной прирост 0,89 миллиона против прошлого снижения на минус 0,84. И напоминаю то, что недели ранее мы с вами получили цифры по росту запасов. И это тогда, когда сезонность должна, в принципе, предполагать повышение потребления. Но сейчас этого не происходит. АПИ – это статистика со знаком «плюс» вслед за данными по росту запасов топлива. Я думаю, что это уже не случайность. Сегодня в 17.30 по Москве нас ждет официальная статистика по объему добычи нефти США за прошлую неделю, по запасам дистиллятов, по запасам нефти и запасам бензина. Уверен в том, что мы, как искренне верующие в то, что бренды берутся до поддержки 50 долларов за баррель, в каком-то из этих дневных релизов и отчетов сможем найти поддержку для нашей короткой позиции. Потому что, если действительно статистика по запасам выйдет со знаком «плюс», это лишает одного из немногих позитивных моментов, которые на рынке присутствовали. Может быть, кто-то верит в то, что эффективно сделка ОПЕК будет по факту ее продления. Но мы тоже, возвращаясь уже к этому моменту, не только мы, скажем, выказываем определенный скепсис. На самом деле, ряд и ближневосточных стран уже склоняются к идее того, что от этого энергетического пакта и соглашения никто, собственно, не выигрывает, поскольку не решается проблема с переизбытком, не удается достигнуть хоть какое-то проявление дефицитности в предложении. Напротив, только прочится позиции Соединенных Штатов Америки, как экспортера нефти. И, судя по тем цифрам, которые мы с вами анализируем каждую неделю, действительно, эта сделка была просто невероятной удачей для производителей Соединенных Штатов Америки, которые получили возможность вернуться к такому понятию, как развитие сланцевого бизнеса. И вот мне понравилось сравнение, то, что сланцевый бизнес США – это как ослон в посудной лавке всего энергетического пакта. Поэтому я считаю, что мы праве видеть больше скепчиса и пессимизма даже в возможности продления этого соглашения до конца 2017 года. Потому что лично у меня нет сомнений в том, что эта сделка будет эффективной. Я считаю то, что мы снова будем из недели в неделю, из месяца в месяц говорить про объемы добычи нефти в Штатах, переписывать и пересматривать прогнозы вместе с администрацией аналитической информации и наблюдать, как к этому активу к продажным сделкам присоединяется все больше и больше количества трейдеров. Наша ближайшая цель – закрепиться за поддержку 50 долларов за баррель. Я думаю, что это случится, возможно, уже до конца этой недели. 56.06 – баррель доллар-рубль. Мы видим, как российская валюта начала слабнуть. Это, опять же, является причиной, возможной причиной того, что истекает действие налогового периода в России. То есть сейчас этот фундамент уже, в принципе, не состоятелен. Налоговый период, фактически, уже завершен. Поэтому рублю, ну, хочешь, не хочешь, но нужно обращать внимание на поведение Америка, на поведение нефти. Пусть и не логичным образом, исходя из высокой степени корреляции, отыгрывать динамику, но уже присматриваться к тому, что снова близок к уровню поддержки по бренду 50 долларов за баррель. И, как я уже отметил, возможно, по мере приближения к этому уровню, все-таки слабину даст и российская валюта. 56.06 – это лучше, чем котировки, которые мы видели днем ранее. Но это все равно еще очень скромное значение по сравнению с теми целями, которые мы с вами поставили много месяцев назад. Нам нужно, чтобы пара снова вернулась хотя бы в район 58-59 рублей против американцев. Перейдем к доллару японской иене. Уже я уделил этой паре достаточно много внимания. Просто хочу отметить то, что вчера еще вышли данные по продажам новых домов, которые оказались сверх лучше ожидать. Прирост плюс 5,8 против прошлого роста на 0,3%. И это лучшая статистика, лучшие показатели продаж новых домов за последние 9 лет. Американцы еще толкают вверх рост доходности американского долгового рынка, что подстегивает интересы к индексу доллара и, разумеется, приобрет движение американских валютных активов. Также, вы знаете, сейчас фондовый рынок живет сезоном квартальных отчетов. Те компании, которые отчитались подавляющим образом, показали очень хорошие результаты хозяйственной деятельности. И плюс ко всему, скажем, венчает весь этот новостной фонд ожидание того, что сегодня Трампа даст хоть какую-то конкретику по налоговой рекорде. Мы, конечно же, с вами понимаем, что это очень серьезный документ, который, возможно, по проработке тщательной, доскональной дорожной карты требует очень много времени. Но мы вправе рассчитывать хоть на какие-то основополагающие принципы, на конкретные ставки, которые, в принципе, как базисы могут быть озвучены сегодня. И у нас есть рабочий материал, который мы обсуждали по этой налоговой реформе некоторое время назад. То, что ставка для корпораций может быть снижена с текущих высоких уровней 35% до 15%, то есть на 20%. Вы представляете, как только законодательно это будет подтверждено, либо, собственно, мы хотя бы в каком-то ключе сегодня услышим подобные цифры. Я думаю, что сам Бог велел расти американскому доллару, потому что, помимо этого, у нас есть еще и ожидание того, что стимулирующие реформы Трампа будут вдохновлять, будут вдыхать жизни в такое понятие, как рефляционная политика и действия ФРС, отвечающие на нее. То есть рост инфляции – это равносильно сейчас синоним более жесткой монетарной политики. Надеюсь, что этот фундамент все-таки окажет поддержку нашей идеи, и мы сможем увидеть американца повыше текущих значений, потому что некоторое время назад очень неплохо на нем обожглись. Дальше идем. Доллар-канадец. Не могу не ответить этот дуэт активов, поскольку вы сейчас наверняка могли заметить то, что пара тестирует максимум больше, чем за год. Причин для слабости канадца на самом деле очень много. Ну, во-первых, это те изменения, которые происходят с доходностью американского долгового рынка, что усиливает, опять же, спрос на американца, что увеличивает контраст доходности в, опять же, противовес с канадскими долговыми бумагами. Второй фактор – это снижение цен на нефть, ведь канадец у нас типичный сырьевой инструмент, и, конечно же, всегда реагирует на особенно сформированные нисходящие тренды. Ну и самый, конечно же, серьезный катаклизм, который был обозначен для перспектив канадца, для канадской экономики, стало полной неожиданностью для, думаю, что многих. Это решение Трампа обложить дополнительные пошлины пилом материала, которые поставляются из Канады. Я вчера говорил о том, что эти ограничения будут действовать и справедливо, и на молочную продукцию. Но он поторопился. На самом деле, пока что это только о формате обсуждений. Собственно, экспортная пошлина на древесину и эти поставки со стороны Канады, они не такие уж и значительные, если говорить в целом по экспорту, не больше 2-3%. Но уже говорят о том, что это верхушка айсберга, и то, что дальше будет только хуже, потому что Трамп всерьез, опять же, занялся теми самыми реформами, о которых говорил, и пытается выполнить часть обещаний, которые направлены на поддержку определенных секторов национальной экономике. Вот почему на повестке обсуждения в связи с мерами протекционизма появился такой термин, как молоко, потому что Трамп, собственно, хочет создать, ну, в данном случае очевидные искусственные условия, преимущественно для внутренних производителей. Я думаю, то, что это не пустой звук, не пустые слова, мы должны к этому готовиться, мы должны допускать тот факт, что многие условия торгового соглашения НАФО будут пересмотрены, и, соответственно, пострадают не только канадец, который отвечает за канадскую экономику, но и другие партнеры США, это Австралия и Новая Зеландия. Вот здесь хочу отметить сразу Новую Зеландию, потому что, как вы знаете, экспорт и молочные продукции – это основная статья доходов для этой экономики. Поэтому мы видим, как новозеландский доллар снижается, вот уже которую сессию подряд, сейчас котировки у нас по валютной паре 0,6930 и снова минус 50 пунктов по сравнению с прошлым днем. Австралиец тоже испытывает давление, сегодня, несколько часов назад, вышли данные по инфляции, и, исходя из обозначенных ранее рисков того, что нет еще убедительных сигналов для формирования устойчивых инфляционных ожиданий, мы получили подтверждение в цифрах, поскольку статистика оказалась худше прогноза, в квартальном выражении индекс потребительских цен инфляции вырос на 0,5% против прогноза 0,6%, в годовом 2,1% против прогноза 2,2%. Ну, годовое значение по-прежнему выше цели. Может быть, для кого-то это позитивный сигнал, поскольку, собственно, такой показатель инфляции склоняет Резервный банк Австралии не к таким уж и активным мерам по смягчению экономической политики. Но на повестке этот вопрос есть, и, собственно, то, что он никуда не делся, подтвердил сегодня руководитель Резервного банка Австралии Филипп Лоу. Поэтому, друзья, торгуя австралийцам, новозеландцам, мы должны понимать, с чем, с какими рисками могут столкнуться эти активы, не только даже, говоря про национальный фундамент, но еще про явное проявление протекционизма, которое сейчас абсолютно очевидно для всех трейдеров, которые следят за теми изменениями, которые происходят в политике США. Фонд против доллара. Здесь ничего интересного сказать вам не могу. Если днем ранее мы видели, как давление на американца оказывал долговой рынок США, то сейчас основа вот этих изменений, которые происходят в доходности, может быть, стали причиной, собственно, обратной динамики по фунту, который мы наблюдали вчера. Возможно, на фунт повлияла и европейская валюта, которая еще продолжает дисконтировать позитив, связанный с тем, что в ходе первого тура выборов во Франции победу одержал Эммануэль Макрон. Собственно, ему прочат будущий статус и должность президента. Между прочим, если действительно он станет таковым, он будет таким же молодым, скажем, ухвателем страны, как когда-то был Наполеон. Ну, интересные такие ремарки, которые появляются на рынке. Действительно, я не помню точно, сколько ему лет, по-моему, лет 36. Ну, для такого статуса, для такой должности это, конечно же, не возраст. Поскольку мы с вами про евро говорили очень много вчера, я, с вашего позволения, сейчас не буду останавливаться на перспективах этого актива, потому что те причины, которые могут стать факторами давления, они никуда не деваются. Имя президента еще неизвестно. Нас ждет второй тур выборов по 7 мая. И только после того, как мы, собственно, его минуем, будет возможность говорить о том, есть ли еще для еврозоны такое понятие и действует, как политические риски. Пока что Эммануэля Макрона преследует Мари Липен с небольшим отрывом в 2% голосов. Я считаю то, что политические риски актуальны. И плюс ко всему, завтра у нас заседание Европейского центрального банка. Возможно, если, скажем, сегодня мы не выполним план максимум по факту анонса налоговой реформы от Трампа, завтрашнее событие будет также чрезмерно интересно для трейдеров и станет причиной повышенной волатильности, потому что ИЦБ опубликует ставки и даст традиционную пресс-конференцию. Мы, в принципе, будучи реалистами, понимаем то, что со ставками ничего не случится. И драги, надеюсь, будет снова высказываться в более мягком экономическом ключе, потому что мы имели возможность послушать его позицию еще на прошлой неделе. И политика низких процентных ставок к основе была обозначена как приоритет и основной вектор, которого ИЦБ будет придерживаться дальше. Вот еще одна причина для системной слабости евро. Посмотрим, смогут ли эти факторы все-таки оказать то давление, которое могли бы оказать. Американский фондовый рынок, как я уже отметил, развивается в восходящем векторе. Супер. NASDAQ переписал исторический максимум, впервые за историю переводил за 6 тысяч пунктов. Американский индекс S&P, бенчмарк всей фонды, тоже в одном шаге того, чтобы оказаться на новых исторических максимумах. И опять же, если сегодня мы получим конкретику по налоговой реформе, уверен, что американский фондовый рынок отреагирует на этот позитив ростом не меньше, чем в 3-4%. То есть мы с вами уйдем выше 2400 пунктов, которые являются нашей промежуточной целью. Надеюсь, что вы в покупках американского фондового рынка и индекса S&P очень давно, потому что этот актив был, на мой взгляд, очень легко прогнозируемым. И вы воспользовались, собственно, этой сделкой. Сегодня из отчетов в 17.30 ждем запаса нефти в США. Об этом релизе уже говорили. Надеюсь, что статистика станет дополнительной поддержкой для нашей короткой позиции по нефти. И в 15.30 троничные продажи в Канаде, думаю, то, что макроэкономический отчет снова разочарует и может оказать еще большее давление на канадца. Собственно, друзья, на этом все. Как и всегда, если есть вопросы, задавайте их на канале на YouTube. Ну и не забывайте ставить лайки, большие пальцы. Всего доброго. До свидания.